здравствуйте не на каждом участке еще растет фасоль но несколько зернышек кустиков фасоли я думаю что нужно посадить каждому потому что фасоль это очень и очень полезное растение во первых фасоль богата белком в бобах фасоли содержится до 20 процентов белка и причем это белок растительный который очень хорошо усваивается нашим организмом как разобраться в мире семян фасоли фасоль можно разделить на три большие группы во первых это зерновая фасоль которую мы выращиваем ради таких вот зернышек и это мы и употребляем в пищу во вторых это спаржевая фасоль это фасоль которую мы выращиваем ради вот этих длинных стручков и декоративной фасоль это фасоль который цветет яркими белыми красными цветами с огромными листьями который можно увидеть и беседку и какой-то забор и балкон украсить ну все что угодно можно ей украсить чем отличаются зерновые сорта фасоли от спаржевой фасоли дело в том что в стручках зерновой фасоли содержится очень много волокна которые практически трудно употреблять в пищу потому что это и не вкусно неприятно и практически не переваривается но зато зерновые сорта фасоли образуют хорошие красивые крупные бобы которые можно высушить и употреблять в пищу в течение практически всего года а вот спаржевая фасоль волокна стручках не содержит вообще у нее мелкие семена которые также можно употреблять в пищу но выращивается все-таки спаржевой фасоль ради того чтобы могут свежем виде вот эти вот стручки фасоли употребляли в пищу и сделали из них заготовки на зиму а заготовки это делаются таким образом замораживается стручки фасоли или можно их использовать в консервах виде салатов а соль можно разделить еще по так по принципу роста есть фасоль вьющиеся а есть фасоль кустовая если у вас большой участок нужно сажать любой тип фасоли или вьющиеся или кустовую но вот если у вас участок маленький а посадить фасоли хочется побольше тогда лучше всего сажать кустовую фасоль ей не надо большой площади ей не надо никакой опоры а кустики компактные и занимает совсем мало места теперь о декоративной фасоли декоративной фасоль завязывает совсем такие небольшие стручки и практически они несъедобны но зато эта фасоль растет быстро и в короткий срок она закроет любой участок который нужно чем-то декорировать какой-то зеленой стеной и у нее крупные яркие белые или красные цветки фасоль любит открытые места фасоль любит рыхлые почвы любят подкормки а вообще фасоль это растение неприхотливое и большой заботы о себе она не требует как и все бобовые фасоль относится именно к бобовым культурам на корнях фасоли скапливаются азотофиксирующие бактерии которые обогащают почву азотом который как мы уже не раз говорили очень сложно удержать в почве фасоль не только даст вам прекрасные блюда и прекрасную еду но еще и оздоровит и обогатит почву азотом обязательно сажайте фасоль на своем участке надеюсь наши советы помогут вам правильно подобрать именно тот вид фасоли который вы захотите вырастить